Настенные ковры Меня зовут Анна Бережная И на студии сегодня Элена Радайли, художник Hello, Elena Hello И Адель Ким, менеджер арт-резиденции Центра современного искусства ЗАРЯ Здравствуйте, Адель Мы вновь рады видеть вас у нас в студии Всегда тоже рада Я думаю, что для начала, наверное, хотелось бы чуть побольше узнать о том, все-таки, как вдохновили именно наши советские ковры Элену, где она их впервые увидела, как рождалась эта необычная, но интересная выставка Я часто работала с коврами, мне очень нравится этот медиум, и мне интересно исследовать его историю и культуру, связанную с ним Когда я приехала во Владивосток, мы обсуждали вместе тему моего будущего проекта Возникла идея использовать ковры, также их советскую традицию использования Адель рассказала мне историю о том, как часто ковры украшают стены домов Это было очень интересно и вдохновляюще, поскольку мы привыкли всегда видеть их только на полу А в данном случае ковер используется даже как гобелена стены и другой род украшения Это другая точка зрения, которая показалась мне необычной Другие сотрудники и люди, которых я встречала, также рассказывали мне свои истории о коврах Я поняла, что это не просто традиция, но также и нечто, что помогает проникать в какие-то личные истории каждого человека Что у каждого есть фотографии на фоне ковров, что ковры до сих пор висят дома у наших бабушек И это то, что, наверное, помогло мне лучше понять Владивосток и лучше понять культуру Адель, следующий вопрос к вам Как отнеслись вы к такому предмету вдохновения? Сочли вы это достаточно необычным, интересным или уже, может быть, был подобный опыт работы? Наверное, все-таки был, когда художников вдохновляют, казалось бы, обычные, повседневные, а может даже ушедшие в прошлые вещи Вот, может быть, вы как-то поменяли отношение к этому предмету интерьера? Интересен ваш взгляд на ситуацию? Ну, на самом деле, на этапе как бы разработки идеи мне просто было интересно, с какого другого угла может Елена посмотреть Ну, достаточно китчевый элемент нашей действительности И нам было тоже очень интересно с ней смотреть просто типичный постсоветский интерьер То есть я ей рассказывала о каких-то практиках создания чего-то своими руками Той традиции, которая у нас была раньше Не знаю, о журналах работниц, в которых все это публиковалось Все эти, не знаю, материалы для обработки, да, дальнейшие были И также было очень интересно, поскольку Елена работает в основном с материалами уже как бы перерабатываемыми Те, которые уже отжили свое, но при этом еще могут быть как-то задействованы в чем-то То, о чем мы особенно не задумываемся и просто обычно утилизируем, выкидываем все Но у Елены, ну, свое видение этой проблемы И как бы вот это отжившая своя традиция ковра Откуда она взяла, почему она взялась, да И как ее можно использовать в дальнейшем Возникла ли это какая-то новая традиция из этого Это было интересно увидеть И, конечно же, уже увидев результат, наверное, работы Елены Я думаю, что и у меня, и у всех остальных как-то это... Возникло новое ощущение, да, ковра может быть действительно очень красивым, необычным И все вот эти китчевые цвета, китчевые узоры на самом деле взяты из какой-то традиции Каким-то образом нам переработаны Мы ничего не знаем о тех символах, да, которые туда входят и так далее То есть это действительно как бы другой взгляд И почему бы не обратить внимание на то, что кажется нам уже не таким актуальным, не таким интересным И увидеть какие-то новые грани в этом Творчество Елены зачастую или, может быть, даже постоянно связывают с темой экологии и с текстилем Всегда ли Елена работает именно с этими элементами? И почему, собственно, связывают непосредственно с экологией? Расскажите немного об этом Обычно я работаю с текстилем, скульптурой и инсталляциями на открытом воздухе Но это не значит, что я работаю исключительно с материалами из ткани Скорее это означает, что я применяю техники, в которых можно обрабатывать текстиль К любым другим материалам Я часто использую натуральные материалы, а также переработанные материалы Да, и применяю к ним вот эти техники Поэтому это может быть нечто сделанное как губилен Это может быть плетение корзин, папье-маше или что-то еще Я бы хотела, чтобы мои работы были подпитаны концептуально со всех сторон То есть, с одной стороны, я использую медленные техники ручной работы Ремеслые техники декоративно-прикладные Также, с другой стороны, я стараюсь не использовать, не оставлять никакого мусора То есть, это может быть либо произведение, созданное полностью из натуральных материалов Которые затем не загрязняют природу и просто постепенно разрушаются И возвращаются в этот природный цикл Либо это уже отработанные материалы И здесь мы приходим к идее переработки и повторного использования Мне очень хочется обратить внимание на роль человеческих существ, человеческой цивилизации В современном мире, который очень быстро меняется Потому что мы можем нести как негативный, так и позитивный эффект И влиять на то, что нас окружает Мне хотелось бы, чтобы мы все относились осознанно к тому, как мы себя ведем И на своих мастер-классах я каждый раз пытаюсь рассказать об этом И привить идею большей осознанности по отношению к экологии Я не знаю, как это будет в будущем, возможно, у меня появятся новые темы, новые интересы Но сейчас это то, на чем бы мне больше всего хотелось сфокусироваться Элену вас также называют художником-кочевником Что это значит, вы работаете в абсолютно разных странах и городах И каждый раз ваше творчество напрямую как-то связано с этим местом Потому что вы относитесь к тем или иным предметам, связанным с этим местом, с большим уважением Вкладываете смысл именно непосредственно окружающей вас действительности на данный момент Во Владивостоке вы творите в центре современного искусства Заря Все мы знаем, что это бывшая фабрика А выставка как раз связана напрямую с элементами одежды, с элементами все-таки ковры Есть ли какая-то все-таки действительно прямая связь конкретно на работе фабрики Заря И вашей данной экспозиции, развязанной истории Понятно, что вы всегда работаете, как правило, с текстилем Но мне кажется, что здесь, наверное, была особенно комфортная ситуация Я обычно выбираю проекты, которые связаны с конкретной местностью И которые отвечают ее запросам и также отвечают ее характеристикам и особенностям Когда я узнала о резиденции в Заре, я тоже была очень вдохновлена тем, что это по факту старая Бывшая фабрика швейная, на которой занимаюсь как раз изготовлением одежды Я также интересуюсь такой темой, как связь архитектуры, антропологии Поскольку в данном случае я из Италии, где традиция изготовления ткани достаточно долгая и известная И там, где я родилась, раньше производили огромное количество шелка Сейчас у нас тоже появляются такие места, которые из бывших фабрик, на которых велось производство Превращаются в культурные институции В принципе, то же самое, что, наверное, случилось с Зарей И мне было очень интересно, я осмотрела всю фабрику Мы спустились в бомбоубежище Мы посмотрели архив, то, что, к сожалению, осталось не так много от него Посмотрели фотографии труда и отдых бывших работников фабрики Какие-то старые швейные машины Один из маникендов, который мы также нашли, был использован на фабрике Сейчас стоит в моей экспозиции И жакет — это один из элементов моей выставки, который вы можете увидеть Он также вдохновлен, собственно, вот этим фэшн направлением То есть модным дизайном, который тогда существовал еще на фабрике Нам удалось найти один из каталогов, который явно был предназначен для иностранного использования и импорта И для меня это было немного забавно с одной стороны На другой стороне это настоящие свидетели того, как это было несколько десятилетий назад Можно ли увидеть в данной экспозиции тот самый ковер в его первозданном виде? Или же можно увидеть его видоизмененным? Расскажите немного, чуть подробнее о самой экспозиции Понятно, что лучше один раз увидеть, но тем не менее Давайте немножко заинтригуем наших зрителей и раскроем немного секретов Выставка, которая сейчас проходит, была создана благодаря нашему совместному сотрудничеству с нашими гостями, которые участвовали в ряде мастер-классов Эти события проходили у нас каждую неделю в течение прошедшего месяца Я начала работу над ковром с того, что распустила часть нити, одну из его третей Некоторый монотонный и медленный ручной труд С одной стороны, с другой стороны Деконструирование того, что было когда-то создано Сам ковер, его финальный вид, он смог быть таким, как он есть Именно благодаря нашему взаимодействию с участниками Теперь это уже совсем не тот ковер, который мы, наверное, ожидали увидеть Это объект, в создании которого приняли участие многие люди И я даже могу сказать, что, в принципе, я не могу это контролировать Я могу задать общий импульс Но дальше процесс уже идет Это совместное произведение Двадцати или тридцати человек, которые участвовали Из шерсти, которая осталась от распущенной части ковра Мы сделали шерсть для валяния И украсили ей жакет, тоже найденный и отражающий в какой-то мере Особенность Владивостока Это жакет ученика Морской академии Мы взяли его на вооружение Это получилась очень красивая работа Мы валялись в шерсти специальными иглами И получилось нечто очень цветное И каждый из тех, кто работал над этим жакетом, каким-то образом отразил то, что он хотел, собственно, рассказать И эти небольшие гобелены, которые были сделаны всеми участниками моих мастер-классов Это тоже небольшие истории Собственно, это и дало название выставке Поскольку я попросила их сразу рассказывать, почему они выбрали именно этот конкретный сюжет Или этот конкретный узор, что он для них значит И тут мы обнаружили, что каким-то образом это обязательно связано либо с городом, либо с персональными, личными историями участников И на выставке вы также можете прочитать их отзывы И просто составить представление о том, чем живут люди Мы тоже смогли соприкоснуться с их жизнями Давайте сейчас сделаем небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор о выставке «Развязанные истории» Где брали столько ковров, которые впоследствии стали объектами современного искусства, обрели вторую очень интересную жизнь? Я думаю, Адель, вы ответите нам на этот вопрос Ну да, на самом деле это один ковер Это всего лишь один ковер, который, тем не менее, так разросся, что занял практически все пространство Нам очень помогло местное сообщество «Фэшнеродивы» Это ребята, которые совершенно на собственной инициативе занимаются сбором вещей, которые уже люди не носят У них есть пункты сбора в ряде точек города И у них есть склад, на котором все собирается Дальше эти материалы могут быть использованы как в работах фэшн-дизайнеров Так вот, как в нашем случае, в художественном проекте Поэтому мы очень благодарны вообще за такую помощь И также те материалы, которые были использованы в мастер-классах Это тоже, скажем, отработавшие свои футболки И какой-то трикотаж, который просто нарезается как нить И затем из него можно делать огромное количество вещей, как оказалось То есть сбор материалов у нас проходил по пути сотрудничества с местными активистами Элена, всегда ли жители стран, в которых вы бываете, в которых реализуете свои проекты Всегда ли они отзываются активно и активно помогают, становятся, можно сказать, наверное, участниками ваших проектов, выставок? Расскажите нам об этом И, кстати, как активно отзывался Владивосток, как показалось вам? Это очень хороший вопрос, потому что я действительно очень много работаю с такими практиками вовлечения сообщества Каждый раз это очень разный результат, конечно Где-то все рады тебя видеть и сразу приходят и готовы помогать В других местах ты зовешь и все обещают прийти, но тем не менее не появляются в итоге То есть это зависит от случая к случаю Но что я должна сказать, что в Владивостоке, поскольку Заря — это организация, которая представляет меня здесь И вокруг нее уже есть сложившееся сообщество Мне было намного проще Я очень обрадовалась, потому что было много участников разных возрастов Как дети, так и родители, просто взрослые заинтересованные Дальше я бы хотела продолжить эту практику в Италии и сделать какой-то долгий проект Поскольку, будучи таким кочующим художником, у меня не было возможности сосредоточиться на одном сообществе Его жизни и особенности дольше, чем три месяца И мне кажется, что пришла пора быть более вовлеченной самой и узнать больше о них И я думаю, что это будет следующей ступенью в моем исследовании искусства соучастия Адель, наверное, к вам вопрос Напомните нам, насколько активно принимали участие жители Владивостока Насколько я понимаю, это все-таки, во-первых, непосредственное предоставление, скажем так, материалов к работе Это имелось в виду, я так понимаю, как участие в создании экспонатов И был мастер-класс, это то, о чем рассказывала Елена, правильно? Да, 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 да То есть, я думаю, да, можно разделить, в принципе, на два таких направления в целом Но они тоже сильно между собой переплетаются Поскольку представители сообщества фэшной и родивой тоже так же приходили и работали вместе с нами Это было очень здорово и весело И кто-то тоже приносил из участников какие-то кусочки шерсти, из которых тоже можно было что-то сделать То есть, это такой процесс, скажем, двусторонний И мы просто объявляли каждую неделю о том, что на этой неделе мы можем научить вас чему-то еще И да, я думаю, порядка 30 человек в общей сложности приняло участие в тот или иной день И вот, собственно, теперь мы можем видеть их работы Это, мне кажется, еще большая заслуга в том, что у нас проходят детские мастерские выходного дня Каждую, практически каждую неделю И поэтому уже есть те, кто в какой-то мере привык, да, изучать что-то новое постоянно И тем более получить такой мастер-класс от художника уже мирового уровня Мне кажется, это тоже такой особо интересный формат И мы надеемся, он на этом не прекратится Мы сегодня много говорили о творчестве Элены в целом И хотелось бы, все-таки, наверное, чтобы она рассказала нам главную идею этой выставки Выставки «Развязанные истории» Самую-самую ее основную идею Концепт is about site-specific research Насколько мне известно, в русском языке аналога этому словосочетанию нет Но это то, что сейчас называется в мире искусства site-specific То есть искусство, развернутое к особенности места, изучением особенностей места И это мое видение России и Владивостока в частности Посредством текстиля и посредством партиципаторного искусства Искусство соучастия Это тот способ, с помощью которого я изучаю мир и узнаю новые места Элена, может быть, Владивосток вдохновил вас еще чем-то? Я не знаю, будь то место или какая-то конкретная вещь Может быть, у вас даже появились идеи о каких-то последующих совместных проектах Центром современного искусства «Заря»? Меня вдохновил город в целом Он потрясающий Остров Русский, на котором мы были Совершенно запомнился мне вот этой природой Она такая широкая И для меня это что-то необычное Не то, к чему я привыкла Это было бы очень здорово Продолжить проект здесь каким-то проектом Под открытым небом тоже используем природных материалов И я была бы очень рада сделать что-то еще Мы уже обсуждали возможность моего участия в каком-нибудь будущем проекте Связанном с экологическим искусством Поэтому я надеюсь, это случится однажды Это мой первый раз, когда я нахожусь в России И мне кажется, это прекрасное место Владивосток особенно И оно просто настраивает на работу И это хорошее место, чтобы заниматься художественными практиками Также я встретила большое количество дизайнеров Дизайнеров одежды, в частности И много с ними говорила И мне кажется, здесь может открыться тоже новая дверь в будущее Которая, скажем, вовлечет как традиционные узоры Традиционные текстильные техники И заряжет их современной модой Адель, я правильно понимаю Как вы сказали, в России это направление Замечательное искусство, которым занимается Элена Только-только становится популярным Либо вы, может быть, центр современного искусства Заря Вместе с Эленой Являетесь первооткрывателями даже этого направления у нас в городе Элена сказала, что можно развивать как-то эту тему Так это или нет? Расскажите Не совсем так, конечно В принципе, вся резиденция, весь этот проект И является таким сайт-специфик То есть проектом, в котором главную роль играют особенности места конкретного Для всех резидентов первоочередной, скажем, целью является раскрытие новых сторон Владивостока Как географических, так и культурных, так и исторических и каких-либо еще То есть это действительно обращение к месту И то, каким его увидит каждый отдельный художник, конечно, зависит от него Но для нас интересно собрать новый вот этот багаж и пул информации Который, собственно, художник, как человек с очень развитым чутьем Может обнаружить первым, рассказать Хотя, конечно, направление сайт-специфик Это достаточно уже хорошо изученное Просто, к сожалению, частая терминология с английского языка Не может быть совершенно полностью адекватно переведена на русский Поэтому приходится использовать иностранные слова Но, мне кажется, это очень перспективное направление Да, поскольку она говорит, в том числе и с людьми, которые живут в этих местах О их средеопитания, о них же самих И увлекает их, может быть, даже намного больше Я хочу поблагодарить вас за то, что вы дарите нам возможность взглянуть на наш город С новой, очень интересной стороны Каждый раз это действительно необычный проект Вот очередной развязанной истории Я думаю, стоит пригласить всех гостей и жителей Владивостока Сейчас в Центр современного искусства «Заря» Предлагаю это сделать Мы будем очень рады, если вы найдете время посетить нашу выставку Также оставите, может быть, какие-то комментарии Я буду рада узнать, что вы думаете по этому поводу Выставка проходит в читальном зале Центра современного искусства «Заря» До 25 марта И я буду очень рада, если вы также продолжите следить за моими работами На моем сайте elenardaili.com Если захотите, с вами всегда можно поддержать контакт Elenardaili.com Elena, thank you for your coming Thank you very much Адель, спасибо большое вам, что в очередной раз пришли к нам Подарили очень интересный разговор и интересный проект Ждем новых от вас Спасибо большое Это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова